Когда мне говорят, приехали к вам, к нам, я вспоминаю сразу бременские музыканты, там песни. Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло, ну-ка все вместе, уши развести. И так далее. Хорошо, хорошо. Как меняется у свекрови? Свекровь? Да, просто у нас какой-то очень сильный, непонимальный язык. Я, когда про свекровь говорят, я всегда вспоминаю стихотворение. Полюби свою свекровь, чтоб не сильно пила кровь. Я как бы молюсь, поспешали похлоны. Я бы на какой-то время смотрелся легче, но когда мы помыслить у сестра, то меня просто трясет. Трясет, правильно. Ну вот. Тетя, ее тоже трясет, да? Нет. Потому что вы делите одного человека на двоих. Третий. 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 его обманывает она уже скептически относится чё это он ее полюбил то такая потом еще очень важно понять что там же действует определенный опыт жизненный потому что опыт всегда идет вот так вот что человек смотрит это что на какие грабли он сам наступал он уже не хочет чтобы дети наступали если а карма то одинаковая и допустим сын находит себе девушку какую такую же похожую как бы нас на или на маму похоже тогда и будет нравиться все на маму похож а если он противоположность мамы а всегда находит только и похоже или противоположно здесь два полюса всего по-другому никак то тогда она чувствует что это как бы засада которую у нее уже тоже было я тоже такого человека встречала он мне мозги вынес и теперь он мой сын с таким человеком живет значит тоже будет плохо у него такие выводы выводы на основе своего прошлого опыта не основе ваш вас как личность и вы попадаете под раздачу вам уже тяжело становится но вот она ведь и помогает вам наладить вашу семейную жизнь потому что любви никогда люди когда любят они должны сдать один экзамен они должны правду свою поставить ниже любви когда у человека есть своя правда и он думает что он будет любить это невозможно нужно учиться относиться к людям по-доброму близким ко всем и правду свою забыть когда вы любовь поставите выше правды тогда они поймут вашу правду через любой постепенно они вас поймут если вы будете свою правду держать за пазухой то называется мудрость человек не спорить со свекровью не надо спорить просто по-мудрому относитесь к ней соглашаетесь с ней во всем доказать вы ничего не сможете бесполезно вот но любить вы ее сможете через спокойно отношений то если маленький ребенок капризничает вы чего будете добивать вот допустим любовь что такое вот маленький ребенок у нее тоже своя правда он не пойду как это его правда вы его заставлять он орет истерики катает бьется пол но пускай как эти штаны потом привык как эти штаны его заставляют туалет он капризничает орет смешная ситуация но понимаете у него есть своя правда он ставит правду выше любви но кто-то должен уступить если вы ребенку как бы идете на встречу он как эти штаны потом ходит воняется над ним смеются он начинает понимать что лучше в туалет вы ему говорите ну что добился своего теперь какашки по всей квартире давай вместе будем вытирать бери бери тряпку пойдем берет тряпку ходит вытирает какашки с вами чувствует себя виноватым все вы любовь поставили выше он пришло понимание а через давление никогда близкие люди не поймут потому что любовь она очень ранимая и она бунтует против правды всегда вот когда ты любишь тебе ну тебе как всем относится правду доказывают то у тебя возникает протест сразу всех людей всегда против правды что она доносится и с любовью тебе вот вот допустим есть два человека вы и свекровь вы хотите нормальных отношений вот кто-то из вас должен быть умнее ну старайтесь дальше если она не может быть умнее значит вы должны быть умнее кто-то должен быть умнее два дурака вместе не проживут вот один человек должен быть умнее пускай младший будет умнее если старший не может быть старший должен уступать младшим потому что он умнее я когда студента был я жил с соседями у меня было такое время жил с соседями в квартире снимал комнату и там соседки у нее дочь была один в один похожа на нее вот прямо копия такого вообще ни разу в жизни не видел вот как маленькая копия вот другой же той женщины вот такие же точно все один в один я просто на них смотрел думаю нифига себе как так бывает даже удивлялся как разговаривают одинаково все и мать постоянно каждый день орала в кого-то такая дура уродилась но мне лично было сразу видно в кого я в меня не было сомнений даже девочка маленькая смеется так смешно поэтому вот как бы кто-то должен быть умнее станьте вы умнее соглашайтесь с ней спокойно относитесь потому что главное это любовь если она примет вас то потом она будет соглашаться с вами все поймет что не так поймет что вы мудрая ей нужно мудрая вот вы нужна и мудрая станьте мудрой она сама вот не может что делать мудрый человек уступает всегда она не может поступать значит она не мудрая станьте вы мудрой тогда иначе разрушена будет ваша семья кто будет виноват вы как еще раз я ее мясо и ешь тоже не даю никому ну может как бы соглашайтесь с этим у нас все нормально он поддерживает нас но бывает там их семье брата когда приезжают его дети и мягенькие там мама готовит на стол готовит мясо и как-то порезает сосиски на стол и кто-то просто потянулась и я говорю это же это не полезная еда ну чтобы он не кушает и тут брат не ешьте вместе не ешьте вместе два варианта есть или они едят все подряд вместе с братом или вы не идите вместе или договаривайтесь если договориться нельзя значит тогда не идите вместе все или они приезжают к вам и не кладут мясо на стол они должны уважать ваши правила жизни если они не уважают значит есть вместе не надо в принципе как бы уступать если совсем разваливаются отношения и принцип такой или мы приезжаем и мясо даем всем или досвидос как бы мы больше не вместе не общаемся но можно уступить тогда детям просто объяснять но не кушайте вы это мы не можем вам нас за столом запрещать детям надо они все равно в жизни наступит момент когда они не рядом с вами будут им придется выбирать есть это или нет и вот экзамен на лицо вы им просто дайте возможность выбрать если они это поели значит вы им потом объяснять зачем ты это съел посмотреть что ты съел зверюшек покажете мертвых все вот это съел и это надо обучайте когда разные культуры смешиваются нужно взаимопонимание если нет взаимопонимания тогда на ограничение от контакта должно какие-то отношения по добрые дарит подарки но вместе не кушать и садится если они спросим почему не хотите скажете но мы хотим просто ведь у нас такая проблема что у вас одна еда у нас другая как мы можем вместе и получается давайте тогда оставим только нашу еду вашу не будем пасть на стол по-доброму он скажет нет значит тогда мы не можем вместе кушать но при этом вам надо и подарки дарить любите по-доброму относиться любовь она дает возможность делать запреты только любовь вот как где основание запрещать это сильно любишь человека ты можешь тогда сделать какой-то запрет он примет потому что его любишь любовь она запреты уравновешивает но если есть запреты любви нет тогда нет равновесия от разрушения отношений но этот момент он постоянно будет развиваться ситуация будет динамично развиваться вот у меня все родственники знают что я ем мясо никто мне не будет мясо предлагать никто из моих родственников никто мне выпивку не будет предлагать все уважают мое это понимание но так не всегда было мама меня заставляла есть мясо в детстве я осознанно бросил есть мясо в девятом классе потом так получилось что я опять начал есть мясо потому что она меня убедила потом 23 года я уже бросилась и сейчас она сама уж не ест нас вот там вот сзади еще вот вас женщина там тоже руку поднимаем вы да прям сзади за вот это девушки как как но это сложно очень лечиться и когда год проходит фолликулы не восстанавливаются то но фолликулы если не активизировать год проходит они атрофируются это сложно лечить меня тоже заложено ведь если я сам вылечил себя когда мог бы советы давать в целом это как происходит как объясняют врачи что там целом нарушена сложное кровообращение и когда вот человек там массаж делает вот так нажимает ну как бы еще это как-то потом включается в обращении но в целом причина это напряжение спазмы на уровне микрокапилляров это на втором слой психическом блок я буду объяснять что это такое ну аскезы могут помочь плюс массаж если это только началось надо массировать эту зону что кровь туда пройдет и калах да хоть сколько лет то есть статическое напряжение она не спрашивает человека сколько ему лет есть аутизм есть дцп это вообще из грудного возраста может быть то есть блоки эти они им все равно сколько тебе лет если у человека такая судьба накапливать эти блоки или он их убирает или будет последствия есть блоки определенные не создают болезни люди же умирают тоже молодом там детском возрасте не только там вы залысина было поэтому есть блоки значит есть проблема какие блоки конкретно узнаете на лекции что делать будем изучать я запомнил 13 лет залысина будем думать что делаем вот ваш вопрос женщина вас да что больной это что значит деньги когда появляется проблем появляется правле и проблема чего от жадности от желания чтобы желания стали меньше ослабить желание нужно делать добрые дела желать всем счастья дарите кому-то что-то ну то есть нужно ослабить силу желания это завтрашние лекции мы завтра в этом силу желания человек ослабляет не появляется удача в жизни потому что когда он желание очень сильно он или сам деньги тратить или они к нему не могут прийти допустим человек торгует торговли занимается там есть две силы которые влияют на продажу товаров от человека исходит две силы одна сила жадность она мешает продавать люди протестуют они чувствуют что не хочу этого покупать человека жадность как будто я что-то вытягивают из кишков вот вторая сила это желание помогать людям заботиться о них если человек служит всем заботиться помогает то когда у него желание заботиться чуть-чуть даже выше жадности его потому что если человек торгует значит он хочет денег нужно деньги жадность равно будет если у него желание помогать сильнее то она не видно в человеке видно желание помочь и это притягивает людей они покупают товар и это всегда так будет если человека жадность сильнее то деньги не придут или если жадность сильнее он их быстро истратит потому что он не может контролировать свои желания он хочет все сразу и побольше доктор дайте мне таблетки пожарно от жадности и побольше пожалуйста что делать с позвоночником узнаете на лекции я буду говорить об этом но сзади женщина смиренно теперь уже руку поднимает в очках ой ой не очень смиренно опять начала командовать рукой давай сюда быстрее когда что-то не смиренный бог этого не любит и он будет всегда препятствовать такому человеку я тоже такой вот эмоциональный выше меня простите я наверно неправильно с вами но я не могу эмоции я вам так благодарна у меня был тяжелый развод 30-летний брак был благодаря вашим лекциям я просто выжила можно так сказать молодец молодец замуж я всем рассказывала про ваши лекции мне сейчас мои подруги говорят ну ты же по-то сумму замуж вышла поэтому у тебя все правильно у меня второй брак молодец вы с ними живете вместе они сами живут вы их мучаете да мучите заботой да как сыну как сына зовут эльмир как у тебя дела а а чего ты со мной так раздреваешь это называется вытягивание счастье из детей тянуть из них счастье своем как бы нужно быть самодостаточной надо думать о боге молиться получать счастье в сердце, а детям служить, заботиться о них, делать что-то хорошее для них, не вытягивать из них счастье. Как ты живешь, давай рассказывай. Мама, отстань от меня. Я уже замучился, мне уже 35. Я уже не маленький ребеночек. Надо поменять мышление свое. Женщина всегда хочет заботиться. Но забота, она меняется с возрастом. Он уже взрослый человек. Просто благословляйте его, молитесь за него. Все. А при этой реальности проблема шеи, у меня протрулили 4,5 шеи. Я понимаю, как проводить на индустрии, но где-то вот прям... Моя хорошее, вы неправильное представление имеете о жизни. Да. Да. Просто есть блоки, они создают болезнь. Конечно, мы неправильно мыслим, поэтому блоки возникают. Но если они уже возникли, что тут мысли менять? Мамы. Да. Ну, допустим, вы пришли в грязные обуви домой. Насорили там, напачкали. Все. И вы такие, осознание пришло. Я поняла, что не надо ходить в грязные обуви. Вы снимаете обувь в грязные, не ходите, пол чище становится этот? Нет. Пол как будет грязный, его надо мыть уже. Это другое действие совсем. Причем ходить, не ходить в грязные обуви. Так человек думает. Я сейчас не буду плохие эмоции испытывать, у меня про друзей пройдет. Чтобы про друзей пошли, надо уже другое действие делать. Означает очищать организм, как пол очищают. Все. Вот это я буду вам рассказывать, как это делать. А мысли плохие можете учиться убирать параллельно. Если будете плохо думать, тогда очищать придется просто больше и все. Ну то есть можно и в грязном ходить, как некоторые ходят в грязном дома. Но каждый день моют пол. Мыть придется больше. Ну некогда снимать ботинки, значит будете мыть пол. Спасибо большое, Евгения. Спасибо. Это моя хорошая. Вот она старается. Все, моя хорошая, все, лекция. Сейчас будет тяжелая лекция, много информации. Поэтому нет, вот это не пойдет. Если она у вас так будет, то мы будем отвлекаться. Когда ребенок капризничает, все, внимание на него будет. Ну, задайте. Надо тоже лекцию слушать. Я про аллергию буду говорить. Я буду, надо во время, после лекции надо задать вопрос. Я буду говорить уже, как конкретно, что делать по лекции. Лекция пройдет, а потом уже дальше будем решать вопрос. Да. А? Ну? Ну вот я... Четыре килограмма пишу, я же не работаю. Да, будет такой синдром. Женщина, когда в норке посидела долго, у ней очень тяжело ей выходить на улицу. Потом, после этой норки, она вот... Сам процесс выхода наружу у женщины, это очень сложно. Поэтому, может быть, на работу сразу не получится идти. Можно начать ходить, допустим, на лекции там, или в кружки какие-то, в секцию. Ну, просто начать как-то больше общаться с людьми, чуть-чуть как бы адаптироваться в социуме, а потом уже идти на работу. Иначе, если сразу из норки на работу, то очень жесткий будет результат. Будет псих, истерики как бы, усталость сильная. Нужно постепенно как бы привыкать к социуму. Ну, все женщины хотят на себя работать. Вопрос, получится или нет уже. Ну, а кем вы хотите, что вы хотите делать? Купи-продай, это же означает, надо бухгалтерию знать. Надо знать законы страны. Ну, если вы все разбираетесь во всем, то получится. Ну, то есть, по вашей судьбе можете это сделать? Надо просто разобраться, как это работает, вся система. Ну, я рад. Все, все тогда слушают лекцию. Все, видите, девочка умолкла. Как только описк пошел, вы выходите сразу. Да? Договорились? Если со мной рядом посадить маленького ребенка и красивую девушку, и меня. На кого больше всего будут смотреть? На маленького ребенка больше всего. На втором месте на кого? Красивую девушку. На третьего месте на кого? На мудрого человека, да? То есть, три источника внимания в этом мире. Привлекают внимание у людей три источника. Первый – дети. Второй – красивые женщины. И третий – мудрые люди. Ну, мудрые люди на третьем месте. Поэтому, когда маленький ребенок вякает, лекция закончена. Все будут отвлекаться сразу на ребенка. Поэтому… Не имеет значения, кто занят. Вот люди пришли на лекцию, они ждали меня несколько лет. Если ребенок вякает, то дальше лекция закончена. Или он молчит, спит, или вы его на улицу выводите, или куда-то в коридор. То, что я вам буду рассказывать, это результат серьезной работы над собой тоже. Я изучал на себе, на своих друзьях, на многих сотнях людей. Эти правила, принципы, которые я буду сейчас рассказывать. В целом, это знание очень фундаментальное и очень практичное. Оно нужно вам всем в жизни. Потому что, если вы это знание обретете и сможете ему следовать, то ваша жизнь очень сильно поменяется. В целом, нужно понять такую вещь, что концептуально, вот в глубокой настройке, в глубине настройки, у нас есть определенная серьезная проблема. Проблема заключается в том, что мы думаем, что мы, само собой, должны жить здоровыми, быть здоровыми. Человек может быть здоровым, только если он борется за свое здоровье. Именно слово «борется» подходит. То есть, он постоянно совершает усилия, усилия, усилия. Если вот как девушка в молодом возрасте это начать, то дальше уже светлое будущее. Потому что можно реально очень много в жизни изменить и так далее. Я что-то делал с детства, что-то бросил делать из-за глупости. Что-то сейчас начал опять. Но в целом, как бы я вовремя, в 50 лет вовремя опомнился. И с большими трудностями, с большим трудом я вытянул свое здоровье в нормальный ракурс выше. Потому что я не все аскезы совершал, какие нужно делать, чтобы быть здоровым. Но если вы думаете, что просто так вы сможете прожить долго, то вы ошибаетесь. Придет время, и вы загнетесь обязательно раньше времени. 50-60 лет. Все. Можно вот в лучшем случае чуть больше 60 прожить, ничего не делая. Если вас это устраивает, пожалуйста. Если вы будете следовать тем рекомендациям, которые я даю, то вы проживете 85-90 лет. Итак, в организме есть психическое тело. У человека есть психическое тело. Когда человек маленький, ребенок маленький, вот как мальчик у нас сидит на лекции, у него энергия природы засасывается в организм сама. Но у него для этого существуют определенные тоже механизмы помощи. Например, естественным образом для маленького ребенка много бегать в течение дня. Вот. Быть активным. Понимаете? Это помогает. Но у взрослого человека уже активность ниже. Чем возраст старше, тем уже как бы тяжелее заставить себя что-то делать, двигаться уже активность ниже. Ну, соответственно, и меньше будет всасывание. Вы можете, когда ребенок успокоился, заходить. Когда закричал, выходить. То есть, вам не обязательно там все время в коридоре находиться. Девушка. Она ушла уже, да, Стас? Вы-то скажите ей, что она может туда-сюда ходить. То есть, если вы хотите жить, то вы должны понять один принцип. Главная проблема у всех людей на Земле сейчас – это проблема в тотальном непонимании, вот что нужно вот этому телу. Кроме пищи, этому телу нужна энергия природы и аскезы. Что такое аскезы? Это желание жить. Вот если человек не хочет длительно ходить, значит, он будет помирать постепенно, быстрее, чем все остальные. Если человек не хочет неподвижное положение делать, он будет помирать. Если он не хочет поститься на воде, ну, или просто поститься без воды, в общем, если он поститься не хочет, он тоже будет помирать быстрее, чем все остальные. Почему? Потому что наша жизнь копит блоки, психические блоки в теле, которые прочищаются с помощью этих трех видов аскезы. Почему блоки копятся? Потому что человек неправильно мыслит, неправильно действует в жизни, эти неправильные поступки засоряют движение энергии. И плюс еще есть одна проблема. У нас атрофировано питание природой. Мы не знаем, что ее надо кушать, так же, как пищу. Вот в пище есть энергия природы, в продуктах питания есть энергия природы? Есть. Но ее мало. Вот, допустим, если взять продукт какой-то, допустим, взять пшеницу, хлеб, допустим, да, мы еще ослабляем энергию природы в пище, мы, допустим, готовим пищу, еще меньше становится. Вот, допустим, если в пшенице 35% энергии природы, то, допустим, в хлебе уже остается где-то около 20, чуть больше 20%. И человеку нужна энергия природы для чего? Для того, чтобы прощать, терпеть, концентрироваться, работать, желать всем счастья, иметь хорошее настроение, терпение, самообладание, спокойствие, иметь работоспособность, хорошее настроение, все это энергия природы. И человек все это делает с помощью пищи. Вот у него концентрации нет, он думает, надо поесть. Настроения нет, надо поесть. Усталость, надо поесть. Все нехватка энергии природы, это нехватка продуктов питания. Не то, что тебе не хватает белков, жиров и углеводов. Поэтому есть два вида усталости. Есть психическая усталость, есть физическая усталость. Как выглядит физическая усталость? Человек обессилен. У него слабость, слабость, телесная слабость. Тяжело вставать с постели, тяжело куда-то идти. Вот слабость. Худеет человек. Слабость, похудание. Трясется, руки, ноги трясутся. Это признак физической усталости, которая снимается пищей. И в основном никто этим не страдает. В редких случаях, когда человек не поел весь день, у него может появиться такие симптомы. В основном все чувствуют сосание в животе, нервное напряжение, псих, неудовлетворенность, испортится настроение. Это означает, что тебе не хватает психической энергии. Вот, допустим, 30% пищи – это в лучшем случае психической энергии. Ты определенный объем пищи съел, у тебя на 30% заполнилась психическая энергия, и на 70% – физическая. Это значит, тебе надо в два раза больше, чем тебе нужно, физической энергии съесть, чтобы психически стать удовлетворенным. Даже в три раза. Это 30 умножить на 3. Три раза больше. Надо съесть, поэтому человек постоянно жрет. Почему? Потому что он хочет психически чувствовать себя хорошо. Потом надо жрать, жрать и еще раз жрать. Потому что мы выбрали неправильный способ пополнения психической энергии. Правильный способ пополнения психической энергии – это аскезы, которые всасывают энергию природы. Аскезы нужны для того, чтобы себя активизировать, чтобы энергия природы начала входить внутрь. Она просто так не входит. Нужно себя активизировать. Вот, допустим, ты сидишь, смотришь на пельмени. Они только вечера на кутере близ диканьки влетают сами в рот, понимаете? А вот так они не влетят. Нужно что-то делать. Нужно прилагать усилий, сжевать там. Как бы мы на это согласны. Но вот для того, чтобы в тело включить энергию природы, нужно больше усилий прилагать уже. Просто так ты вот ложкой покрутил, энергия природы внутрь не зайдет. Нужно уже что-то другое делать. Или у тебя энергетический организм будет таять. Мы это называем старостью. Но он уже старый. У человека что вызывает старение? Вчера песню я включал вам. А? Нет? Что старение вызывает? А? Как? Это да. Это да. Есть блоки. Психические блоки возникают от того, что мы испытываем трудный период жизни, мои хорошие. Есть два типа старения. Один тип старения, это когда потихоньку человек стареет. А второй тип старения, это когда резко. Вот резко это происходит от плохих периодов жизни. От циклических, жестких давлений судьбы на нас. Возникают блоки. Вот эти блоки потом вызывают старость. У человека осадочек остается, понимаете? Внутри это чувствуется, как что-то тяжелее стало жить. На самом деле это все очищается аскезами. Количество бед не имеет значения. Года оставляют неледеный след. Количество бед вызывает старение. Я думаю только количество бед. Понятно? И это старение временное. Потому что если человек очищает себя, то он опять омолаживается, становится молодым. Итак, у человека есть три эмоции, глубокие эмоции, которые вызывают блоки. Когда человек с этой эмоцией живет, он убивает себя. Первая эмоция – это страх или бессилие, беспомощность, чувство стены, непреодолимого препятствия. Пускаются руки. Не смогу, не справлюсь, не получится. Страх, бессилие. Возникает блок, который мешает двигаться энергии вечности. У нас три энергии. Энергия вечности движения нарушается. У человека появляются в организме признаки этого. Сильное напряжение. Чувствует напряжение? Так сковывает напряжение. Шея не гнется. Ну-ка она гни шею вниз. Не может, скованность. По шее можно прыгать, по руке. Помотай рукой. Скованность. Дальше спазмы возникают в кишечнике, в голове, в мигрени, это спазмы в голове. Суставы болят, боли в теле, боль в печени, боли в почках, суставах, боли. Потом боль начинается. Давление повышается. Признак напряжения. От чего возникает? Страх, бессилие, беспомощность. Не смогу. Нет возможности внутри. Побеждается длительное непрерывное движение. Человек идет, и у него все это проходит. Вот эта скованность энергии вечности включается. И длительное движение, что делает человеком? Оно человеку дает возможность преодолеть. Преодоление. Сила преодоления увеличивается. Есть две силы, которые дают возможность преодолевать. Это свежий воздух. Первая сила. Человек хочет, чтобы он на свежий воздух, он чувствует, сейчас смогу, смогу, все, смогу. Человек вышел на свежий воздух, начинает думать. У него чувствует, что он может понять, преодолеть. Он идет, 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 и преодолевает, побеждает. Свежий воздух плюс ходьба. И человек должен любить свежий воздух. Если вам врачи говорят, свежий воздух для тебя вредный, это значит, что вас сглазили. Вам разрушают продолжительность жизни. Тайное разрушение происходит. Сглазили вас. Садитесь, садитесь, женщины. Там ничего, я потерплю, нормально, садитесь, все потерпим. Садитесь, садитесь. Пока все нормально. Будет, значит, она нам подпевает, ничего страшного. Итак. Это-то было. На себя, внимание, дети любят, привлекают. Всех. Если сейчас ребенка отпустить, он на сцену полезет. Встанет и будет всех показывать себя. Такое, дети так устроенные, ничего не сделаешь. Ну, мы вам запишем, организаторам подойдите, они вам дадут лекцию послушать. Специально вам вышлют. Хорошо? Потом, потом, сейчас уже нет. Сейчас лекция идет. Так, энергия ветра и энергия движения с очень хорошей радостью, с настроением, желанием впитывать в себя ветер. Люди боятся свежего воздуха, их напугали врачей. Дует что-то на тебя, значит, все, болезнь. Ты простыл. Боятся люди все, боятся ветра. Почему боятся? Потому что ветер, он напрягает. Это напряжение полезное. Оно разбивает блоки. Есть напряжение вредное, когда на тебя ругаются, ты напрягаешься, это создают блоки. А есть напряжение, которое разрушает блоки. Это ледяная вода, такое напряжение дает ветер, дает солнце такое напряжение. Солнце, когда светит, тоже напрягают, боятся. А это, наоборот, лечебное напряжение. Бояться не надо. А это, наоборот, лечебное напряжение. А это, наоборот, лечебное напряжение. Продолжение следует...